В ролях В остальных ролях, эпизодах и массовых сценах Артисты московских театров Итак, непозволительные записки штабсфельдфебеля Агамемнон дурак, потому что вздумал командовать Ахиллом Ахилл дурак, потому что слушает приказы Агамемнона Терсит дурак, зачем служит такому дураку А Патрокл дурак просто сам по себе Это не я сказал, а Шекспир Наконец добрались Ой, ну и грязище Я весь промок Генерал даже свои похороны превратил в тактические учения на местности Постыдились бы, Хорлахер Даже мертвый он издевается над нами Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Амон Господи Иисусе, Отец наш Небесный Мы вручаем Тебе душу усопшего воина Уповая на милость Твою Мы горячо молим Тебя Воззри на труды Его в годы войны На все лишения, которые испытал Он На все жертвы, которые принес Он, защищая Отечество О, Боже, ведь Он был солдатом Всем сердцем Своим Аминь Хорлахер, Вы поетесь с нами? Нет, господин полковник Эх, я, пожалуй, пойду к тетушке Катрин Выпью за упокой усопшего Тетушка Катрин, кружку пива О, что? Прошу прощения Как же это я, скотина, не узнал тебя Постой. О, это ты, свиное рыло. Здравствуй, свиное рыло. Здравствуй. Где ты пропадал последние годы? У Ивана. Я попал в трудный переплёт. Ну, ничего, теперь всё позади. Много бы я не знал, если бы не эта война. А, русские устроили мне такое, что я мечтал, чтобы хоть труп мой попал на родную землю. Скольких же русских ты укокошил? Сейчас уж не скажу точно. Ну, а ты? Как живёшь? Я слышал, ты служил во Франции шофёром у генерала фон Пукхаммера, а? Нет его больше. Сейчас только похоронили. Да что ты говоришь, а? Да. Умер мой генерал. Говорят, он был с характером. О, уж этого у него отнять было нельзя. Настоящий пруссак. Помню, было это перед самой высадкой американцев. Генерал уехал на неделю к дочери на Хватерланд. А я в это время привёл в порядок его старую таратайку. Ты бы посмотрел, как он реагировал на это, когда вернулся. Это что такое? Антенна. Впредь господин генерал сможет слушать сводку военных действий у себя в машине. Эти фентебрюшки снять. А вы смели перестраивать мою машину? Кончится тем, что вы ещё вмонтируете сюда ватер-клозет? А это что такое? Это фары на случай тумана. Убрать. В случае тумана, извольте, соответственно, шире раскрывать зрачки. Слушаюсь, господин генерал. А это что? Это новый вымпел, господин генерал. А где старый? А старый я сжёг, господин генерал. Он был сильно покрёпан. Брэдвидс, вы слышите, что за чиновичной вещью он говорит? Да, эксцелленс. Этот вымпел проделал самый польский поход. Он был самой в Куанде, в Бельгии, в России. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А это как прикажете понимать? Это ваза для цветов, господин генерал. Да что вы говорите! Что же я поставлю в неё незабудки, которые мне поднесут господа офицеры, так что ли? Может быть, здесь ещё появится подставка для зонтов и крючок, на который я смогу вешать цилиндры. А под передним крылом вы уж, наверное, разместили горничную с коммердинером. Теперь вам остаётся объяснить мне, где находится крестик, и я буду вполне удовлетворён. Вот каким был мой генерал. Да. Ах, и он что ж тебя не прогнал после всего этого? Нет, мы с ним до самой его смерти были вместе, и даже в плену некоторое время. В плену? А как вы попали? Да, понимаешь, союзники высадились на рассвете, точно в расположении нашей дивизии. Мы угодили под молот. Ну, сопротивляться не было смысла, мы сдали с американцем. Ну, а потом? Потом что было? Потом генерала посадили в тюрьму, а я остался у него в день с чеках. Здорово, чёрт возьми. Да говоря откровенно, мне трудно приходилось. Мой генерал стал чересчур капризным. Хорошо, что мне разрешали выходить из тюрьмы. Выходить из тюрьмы? Чего ты рыжёшь? Чего ты рыжёшь? Мой старик не мог уснуть, не выпив на ночь рюмки коньяка. И мне приходилось добывать его. Да. Так вот, когда генерал сидел в тюрьме... Эй ты, где калачил весь вечер? Принимал участие в состязании по прыжкам в высоту для престарелых. Да и нахальный же ты, пёс. Вы колбасники вообще наглый раз. Да? Да. Ну, когда вам приходится туго, вы быстро скисаете. Так как? Я в этом убедился. У нас во втором эшелоне была палатка, в которой капитан из CIC допрашивал пленных. Они ждали своей очереди возле палатки. Входили туда с одной стороны, а спустя некоторое время выходили с противоположной. Вот там я и стоял. И в момент выхода давал несколько выстрелов в воздух. Тач-та-ч-та-ч-та-та-та-та. А в палатке капитан уже допрашивал следующего. Ну, как дела, сынок? Тоже не желаешь давать показания? Посмотрел бы ты, как ваши скисали. И ещё как давали показания. Да. А что? Вполне дозволенный приём. Кто мне может запретить стрелять в воздух? Да, до таких штучек ещё надо додуматься. Ну, чему же тут удивляться, если в вашем прославленном государстве мужчины выполняют домашнюю работу? А, ты что-то раскаркался сегодня. Не забываешь, что у нас ещё есть свободные камеры. Ладно, Джек. Джек. Впусти меня к генералу. Да, и как бы не так. Зачем? Я принёс ему коньяку. А, кроме всего, комендант тюрьмы полковник Кей разрешил мне навещать старика, ясно? Ясно, ясно. Старый хрыщ, будь он проклят, хочет ещё выпить. Пусть плеснёт себе в глотку соляной кислоты. Чёрт подери. Я буду рад, когда избавлюсь от старика. Ты, разумеется, с удовольствием увидел бы его на виселице. Христианину не следует преграждать путь в рай. Ну, ладно. Иди к своему генералу. Добрый день, господин генерал. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Хорошо ли вы спали? Замечательно. Если бы они сегодня ночью накинули на меня петлю, я бы даже не заметил. Как вы себя чувствуете? О-о-о-о. Да. Какое трижды распроклятое свинство. Разве так уж необходимо держать вас в тюрьме? О, Лахер. Вы не должны принимать этих людей всерьез. Они выиграли войну и теперь воображают, что могут разыгрывать из себя святых апостолов. Тише, господин генерал. Сам полковник Кейм пожаловал. Сэр, не сделаете ли вы мне одолжение? Не поставите ли вы свою подпись под вашей фотографией? Мы охотно повесим её в нашем клубе в Штатах. Прихватите за дно и наши черепа. Отличные сувениры. Чё, почему? Да-да-да-да. Сделайте из них пивные кружки с соловьяными крышками и вмонтируйте в крышке механизм с музыкой. Ха-ха. Когда будете подтягивать певцо, раздастся прусский церемониальный марш. Ха-ха-ха. Это же вы. И придумаете же вы. Но это у нас никто не понял бы и не одобрил. Ну, конечно, конечно. Вы же такой высокопорядочный народ. Я убедён, что вы велели предварительно стерилизовать верёвки, на которых нас повесят. Ой, ну почему, почему вы всё время говорите об этом? Ну, сколько раз я должен заверять вас, что такой приговор абсолютно исключён. Вас передадут Франции, и ничего другого с вами не случится. Передадут Франции. Франции. Ну, дайте-ка вашу фотографию. Пожалуйста. О! Ну, а теперь я собрал все подписи. Одни знаменитости. Было бы чудесно, если бы я ещё имел автограф труп вашего фюрера, а? Но! Но, к сожалению, это исключается. Да, в этом вам не повезло. Не верится, не верится, чтобы в Берлине сожгли его труп, а? Полобугленными костями и парочкой пуговиц военного образца нас не проведёшь. Нет, нет. Я думаю, что они его тело временно где-нибудь припрятали. Я убеждён. Когда-нибудь его скелет снова всплывёт и станет вашей национальной святыней. Вы неплохой психолог. Видимо, хорошо нас изучили. Верно. Да, между прочим, завтра я сдаю дела своему преемнику. Надеюсь, у вас нет жалоб на меня? Нет, никаких, никаких. Ну, я ещё загляну. Окей. Окей, окей. Хорлахер, Хорлахер, вы слышали? Они собираются передать меня Франции. Так точно, господин генерал. Они хотят видеть на нас рубящекающихся грешников, но этого они не дождутся. Да, господин генерал. Судьба ведёт нас часто странными путями. О, сколько раз в своей жизни я побывал во Франции с револьвером вместо паспорта в кармане. Ничего, ничего. Хотите выпить, господин генерал? Кап. Каплю. Каплю, чтобы прекратить боли. Самую малость. Ну вот, господин генерал, сегодня мне сунули справку об освобождении и сказали, катись домой. Могу я для вас что-нибудь сделать? Да. Да. Устройте мне свидание с дочерью и с полковником Ольтоном, если он на свободе. Слушаюсь, господин генерал. Ну, до свидания. До свидания, мой верный фельдфебель. Ну, и ты, конечно, знаешь, махнул к его дочке, да? А как же? Знаю тебя. Наверняка быстро снюхались. Ну, еще бы. Тем более, что мы уже раньше были знакомы. Трофеи из Франции я привозил в его хижину в Шварцвальде. Да, вот там и произошла наша первая встреча. А что в этих ящиках? Знаки из Франции, любезнейший фрейм. Вот, вот, пришлось? Еще. Вот, вот, прошлось. И вот, и вот, и вот. Скромный вклад в хозяйство генерала. О, и все это можно достать во Франции просто так? Кто? Ну, пусть же они не жалуются, что им плохо живется при немецкой оккупации. А они и не жалуются. Хорлахер, я вас хотела попросить. Пожалуйста, любезнейший фрейм. А вы не могли бы мне почаще доставлять такие вещи? Охотно. Любезный фрейм, надо только составить списочек того, что и требуется. Да, и даже платье. Разумеется. А у меня сорок четвертый размер. А, постараюсь запомнить. Как я рада. Как я рада, что у моего отца, наконец, приличный шофер. Вы представляете себе, ваш предшественник до войны был мусорщиком. О, вы с собой гитару повезли? Зачем, собственно, она вам понадобилась? А я люблю изредка побренчать. Но я вам не помешаю, я уйду в лес или еще куда-нибудь. Зачем? Зачем же так уединяться? А я тоже люблю всякие забавные песенки. Простите. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, папин приличный шофёр, ей понравился, а? Ещё бы. Так что мы были основательно знакомы, когда я приехал в этот раз. Пришлось мне устраивать свидание папаше с дочкой и с полковником Ольтеном. Зачем мы пришли сюда? Скоро должен прийти полковник Ольтен, он обещал выйти адвокатом. Да? Эй, официант. Слушаю. Найдётся что-нибудь выпить? Тайка за доллар. Павелас, видно, что вы не принимаете в оплату немецких булыжников. Как это ты ухитрился раздобыть доллары? Продал свои ордена. Не угодно ли сигарет? Я сам могу продать вам сигареты. Какая цена? 200 штук 5 долларов. По такой цене беру любое количество. Хорошо, завтра вечером. Слушай. Слушай, а как ты ухитрился раздобыть сигареты? Эти заокеанские парни продадут, если нужны и военные корабли, и танки. Невероятно. Успокойся, дорогая. Всё будет хорошо. А вот и полковник Ольтен. И с ним ещё кто-то, видимо, адвокат. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Решите представить вам, господа адвоката, доктора Сервариуса. Очень приятно. Очень рада познакомиться с вами, господин адвокат. Как здоровье, фройля? Отлично. Господин полковник. Не орите вы так громко. Да. Тяжёлые наступили времена. Позавчера я был на бирже труда. Сидит там за письменным столом форменный болван. Когда-то он был у меня солдатом. Я ему однажды задал перцу. Так вот, он теперь покрикивает на меня. Дескать, в данный момент могу послать вас на работу только подметальщиком улиц. Какой мерзавец. Таких негодяев надо взять на заметку. И когда придёт наш час, мы заставим этих нахалов лизать нам пятки. Ага. Вы серьёзно говорите, Хорлах? Вполне. Хотел бы я быть таким наивным, как вы. Всё это розовые мечты. Такие времена никогда уже не наступят. Немецкий народ отныне будет заниматься разведением огородов. Да, но от нас самих зависит, будет у нас снова армия или нет. Это сложный вопрос. Решающее слово остаётся за победителями. Этого нам не следует забывать. Всё зависит от нашей политической ловкости. Нужно так поднести господам победителям это жаркое, чтобы они его непременно слопали. Полковник Ольтон, полковник Ольтон, мы должны позаботиться о моём отце. Да, да, да. Господа, послушаем господина адвоката. Господа, вся сложность заключается в том, что генерал фон Пукхамер на днях будет передан в руки французских оккупационных властей. Так, это мы знаем. Что ему угрожает? Нет, дело в том, что по его приказам расстреливали маки. Да, но ведь это же были коммунисты. Да там были не только коммунисты. Как? Я хорошо помню, это было в конце войны. Мы проезжали через маленький городок в Нормандии, как вдруг нас обстреляли партизаны. Орлахер, остановите машину. Слушаюсь, господин генерал. Нет, 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 там у ворот. Слушаюсь, господин генерал. Капитан, возьмите солдат и окружите этот дом. И ни один из них не должен уйти, вы меня поняли? Так точно, господин генерал. Помогай Бог, действуйте. Слушаюсь. Возьмите его за огонь. Какая ночь, какой аромат. Как будто пахнет фасмином. Так точно, господин генерал, его тут очень много. Орлахер, принесите мне веточку. Слушаюсь, господин генерал. Ну, быстрей, оборачивайся, что скисли. Что прикажете с ними делать, господин генерал? Господин генерал, среди них женщина. Молчите, Брэдвиц, мне надоели ваши сантименты. Приступайте к суду, капитан. Слушаюсь, господин генерал. Господа французы! И так вы ничего не можете сказать в свою защиту. По решению военного трибунала вы приговариваетесь к расстрелу. А теперь посмотрим, умеют ли они умирать. Проклятые волши! Да здравствует Франция! Франция! Вы ответите за нашу кровь, генерал! Вас будет судить Франция! Почему они так быстро полят? Неужели нельзя было подождать, пока люди станут в позу? Да здравствует Франция! Как все это глупо и жестоко, господин генерал! А эта француженка была совсем девочка и уже умерла. Брэдвиц, у вас, видимо, сдают нервы. Вам придется их подлечить на полковой гауптвахте. Садитесь в машину! Плассический пример полного помрачения рассудка. Не правда ли, Хорлахер? Не могу знать, господин Адьютан. Вот когда вы запляшете на виселице, тогда узнаете. Вот как обстояло дело, господа. Во Франции генерала фон Пукхаммера знают очень хорошо. Мне кажется, надо не допустить, чтобы господина генерала передали в руки французов. Совершенно верно. Но это будет связано с некоторыми материальными затратами. Деньги мы достанем завтра же, господин адвокат. В таком случае я завтра же и займусь этим вопросом. В общем, свиное рыло, могу тебе сказать, что адвокатчик оказался пронырливой бестией. Как я тебя понимаю, денежки зря не пропали. Да, правда, это случилось только спустя четыре года. Однажды нам позвонили из американской военной полиции и сказали, что наш генерал свободен. А ты уж дочь его была, наверное, и рада. Ну, конечно, ух, она раздобыла шикарный Мерседес, и мы поехали за стариком. А тем временем полковник Ольтон носился по всему городу, собирая всех, кто служил под началом генерала. Жаль, мне не пришлось повидать этого. А, милый, встреча вышла на славу. Женщины держали букеты цветов. Отцы несли на плечах детей. Оркестр гильдии стрелков играл национальный гимн. Это было грандиозно. Вся эта сцена и сейчас стоит перед моими глазами. Тихо, 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 господа! Слово полковнику Ольтону! Друзья, я приветствую нашего заслуженного и высокочетивого господина генерала, счастливого, возвратившегося в лоно родной сведы. Здравствуйте, генерал фонд Букшабер! Вашему генералу нужна армия! И защититься от вас полков! Дорогие мои сограждане! Сердечно благодарю вас за радушный прием. Господа, мы сражались, как храбрые солдаты. Как того требовал от нас фюрер. Сихер! 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 Сейчас, когда большевизм стал явной угрозой нашему миру, мы должны добиваться освобождения видных военачальников, которых недослуженно называют военными преступниками. Друзья мои, в грядущих событиях я к вашим услугам. Благодарю вас! Благодарю! Ну, здравствуй, дитя мое! Здравствуй! Здравствуй, папочка! Ну, Хорлахер, едем домой. Слушаюсь, мой генерал! Великолепный пейзаж! И как вкусно пахнет скошенная трава. Кстати, друзья мои, а где вы достали эту машину? В союзе бывших фронтовиков папочка. Ну, старый костыль, как ты себя чувствуешь? Теперь у тебя снова будет обеспеченная, уютная жизнь, да? Что вы говорите, Хорлахер? Нет, господин генерал, вам показалось. Да, ну, девочка моя, финансовые дела наши, видимо, неплохи, помогай бог. Да, папа. Скоро мы вновь пустим завод. Завод? Да. Ну, правда, сырье приходится добывать с большим трудом. Но, надеюсь, дитя мое все это происходит законным путем. Чей хлеб я ем, того и песенку пою. При обменной операции лом за троса листовое железо мы получили сырье для нашего завода. Законно это или нет, нас должно интересовать так же, как прошлогодний снег. Я решила начать с производства кастрюль. Кастрюль? Да, папа. Я сумела добыть для этого чудесный материал. Какое, дитя мое? Пятьдесят тысяч немецких стальных касок. О, представляю, как сложно было заполучить эти стальные колпаки. На них ведь усеялись своими грузными задами победители. Мне удалось получить это барахло почти даром. Для этого всего лишь пришлось провести ночь с одним американским офицером. Дитя мое, я надеюсь... Ух ты, мой дорогой. Но кастрюля и не конечная цель. Как только у нас будет создана армия, мы перестроим завод на производство оружия. Это более выгодно. Ну вот, мы и приехали, господин генерал. Благодарю вас, Хорлахер, благодарю. О, какие чудесные розы я вижу в саду. Вы свободны, Фельдфебель. Есть! До завтра, помогай бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо о делах подумать. Да, конечно. Одной любовью сыпть не будешь. Да, конечно, ты совершенно права. Но я другого ничего не могу придумать. Меня учили только одному искусству. Воевать. Что же мне сейчас сделать? Прежде всего, не терять присутствие духа. И всегда помнить о тех двух лягушках, что упали в кувшин с молоком. Этот случай мне известен. Одна лягушка утонула. А другая дрыгала ногами до тех пор, пока не уселась на куске масла. Мы должны поступать точно так же. Подлетаем. Сейчас нам нужны деньги для пуска завода. Да. Вот что я придумала. Ну? Мы будем гнать Шнапс. Что? Да. У нас здесь пропасть фруктов. Где достать сахар, я тоже знаю. И пять лет каторги. Нет, малютка, тут надо подумать. Я видела, как батраки моего деда гнали Шнапс. Лишнее доказательство того, как мало вы им платили. Что? Так горемыком не хватало даже на бутылку сивухи. Балбес. Да как ты смеешь так говорить о моем дедушке? Его род еще при Генрихе Льве возделывал немецкую землю, а твои предки в это время прыгали, как обезьяны, по деревьям. Так я этому и поверил. Да будет тебе известно, скотина, что один из пукхайеров вытрил зенки, вооруженный только дубиной, раскроил череп тринадцати, нет, девятнадцати туркам. Что ты? Ну, ну. Дрочливость, видно, ваша семейная черта. Ох, ты чурбан. Ну, знаешь, настоящая дама не ведет себя так. За все твое ничтожное существование ты не смела мечтать о женщине моего происхождения. Ты права, моя голубка, права. Права, права. Да-да, я действительно безмозглый создание. Безмозглый. И поэтому придется рыть землю носом. Носом. Да, а все из-за чего? Все из-за того, что эти пройдохи обвели нас вокруг пальца. Пойми, еще в школе они начали вдалбливать нам в мозги, какие они мудрые головы, и что живут они лишь для народа и надрываются в заботах о нас. Ха-ха. А, ха-ха. Дома отец прожужжал мне уши, расхваливая солдатскую жизнь. А все потому, что хотел избавиться от меня, хитрюга. Я здорово попался на его удочку. Идиот. Конечно, идиот. А мои школьные учителя, жарится им в аду, тоже обрабатывали нас. Всегда будь предан и честен. Германия превыше всего. И вдруг война. Сейчас никто не хочет признать себя виновным. Ну ладно, точка. С меня довольны этой глупой трескотни. Пусти. Ох, открыл бы лучше окно, душно. Да, ты не забыл? Отец спросил тебя о газетах. Помню, помню. Кстати, приготовь отцу ванну. Ладно. Доброе утро, господин генерал. Не слышит. Оглох старый костыль. Или очень увлекся своими помидорами. Как он умиляется природой. Просто не верится, что перед тобой грозный пук хамер. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Доброе утро, господин генерал. А, здравствуйте, здравствуйте, мой верный Фид Фебель. Что это вы сделали с моими помидорами, Хорлак? Кусты совсем полегли. Господин генерал, мне говорили, что так будет лучше и вырастут более крупные плоды. — Мало ли, что болтают люди. Завтра же они должны стоять прямо. Все один в один, как солдаты. Понятно? — Так точно, господин генерал. — Да, Хорвахер. А венок до памятника павшим воинам готов? — Так точно, господин генерал. Замечательный венок из свежих дубовых листьев с черно-бело-красной ленты, как господин генерал изволил приказать. — Сегодня годовщина того дня, когда моя дивизия захватила укрепленную линию Метоксаса. — Да, господин генерал. — Славное это было время Хорвахеров грязи. — О, господину генералу оно приносило крупные победы. — Смотрите, Хорвахер, как это получается. Вы видите, стаи скворцов совершают такие резкие и молниеносные повороты, и при этом у них не происходит столкновение. — Да-да-да. — Чьей команде они повинуются? Как вы думаете? — Смотрите. Действительно. Да. Не могу знать, господин генерал. — И я тоже. Пока мы вдолбим новобранцу, что правая сторона это та, где большой палец слева, такой скворец успевает прожить целую жизнь. — Да-да. — Почему эти птицы умеют так великолепно маневрировать без всякой на то подготовки? Значит, у нас тут что-то неладное. — Где тут, господин генерал? — Ну, тут в голове. — Ага. — Хорвахер, а вы купили журналы и газеты? — Да, господин генерал. — Принесите. Принесите. — Есть. — На чём я остановился. Да. Вот. Итак, наша десятая тактику разведывательная авиагруппа перебрасывается в район Суассон-Реймс. Это очень хорошо. Кроме того, британские военно-воздушные силы перебрасывают свои базы снабжения из Германии в восточную Фландрию. Очень хорошо. Какая чудесная бабочка. Бедняжка лакомится нектаром. И какие красивые чёрные крылышки. Интересно, какова их грузоподъёмность? — Вот. Газеты и журналы, господин генерал. — Давайте. Давайте. Давай. Хорвахер, слушайте. Слушайте. — Да? Командование южного участка НАТО, получив согласие Франции, договорило с итальянцами о переброске военных материалов с материка из района Ливорна. На остров Корсику. — Ай-я-яй-яй. — О-па-па-па-па. — А испанское правительство разрешило перебросить из Франции в Испанию важные склады оружия. Это весьма интересно. Вы понимаете, Хорвахер, что это значит? — Да. То есть нет. То есть не совсем, господин генерал. Ведь я не имею, простите, такого образования, как у вас. — Слушайте, вы слушайте. В случае каких-либо инцидентов перенитогим образом становятся целовым прикрытием. Ай-яй-яй. А все пространство до Эльбы освобождается для оперативного маневра. — Освобождается. — Какие стратегические возможности. Помогай бог. — Господин генерал, блестящие возможности. Блестящие. — Да. Здесь и там расположены боевые соединения наших союзников. К ним, я надеюсь, примкнут и западно-германские вооруженные силы. — Примкнут, примкнут. — О-о-о. Когда я представляю все это, я готов от радости прыгать до потолка. — Да, Хорвахер, а у вас все готово для приема гостей? — Да, господин генерал, я распорядился. — О, с какой радостью я снова надену мундир. — Кто знает меня и мои принципы, тот понимает, что я не смогу сменить кожу. — Этого никто из нас не может. Но подождите еще немного. Скоро наши политики поставят вопрос пушки или масла. И тогда ваше желание осуществится. — А вы как считаете, господин бургомистр? — Ну, видите, господин генерал, будем надеяться, что формирование западно-германских вооруженных сил не приведет к столкновению с русскими. А если бы и так, к тому времени подрастающее поколение немецких мужчин будет готово к действию. Да и старых фронтовиков осталось достаточно вживых. — Кроме того, я полагаю, что в нужном случае наши женщины согласятся с тем, что военная служба — дело их чести. И что они имеют право на активное участие в защите отечества. — Вы правы, господин генерал. — Бермахт для нас, немцев, это предопределенная богом неотъемлемая часть нашего государства. Такая же, как сельское хозяйство или церковь. — Наш канцлер об этом заявил довольно недвусмысленно. Вот слушайте, уверенность, что западный мир способен дать быстрый и эффективный отпор наступлению на Западную Европу, тает с быстротой, внушающей серьезную тревогу. Так создадим же немецкие вооруженные силы. — И они будут созданы. Вы можете не сомневаться в этом, господа. Мы, военные, снова встанем на свои места и станем крепко. Мы будем тверды, как железо, и беспощадны. Но мы оздоровим мир. — Браво, Ультен, браво, браво. — Эльза, подайте коктейль. — Дорогая, ваш завод процветает. — Да, в скором времени мы начнем изготовлять оружие. — Которое, увы, устарело. — Папочка. — Да-да, дитя мое, устарели и наши методы ведения войны. Самое правильное — применять термоядерные бомбы и снаряды. — Термоядерные, снарядные. — Сильный артиллерийский обстрел. Накалить температуру воздуха до нескольких тысяч градусов. И в долю секунды все живое перестанет существовать. — Абсолютно верно. — Да-да-да. — Простите, а как же гражданское население? — Откуда мне знать, что будет с этими плесунами? Их можно снабдить специальными медальонами для постоянного ношения. — Да. Чтобы легко опознавать любой труп, на каждом медальоне под полоской плексикласса, устойчивого к тепловому излучению атомного взрыва, должны быть выгробированы порядковый номер, данные о вероисповедании, группе крови, а также микрокопия удостоверения личности. — Ах, как это милый, остроумный, ах, как гуманно, господа, господа, довольны политики, довольны. Давайте танцевать. — Прошу вас, господин Бургомес. — Благодарю вас. — С удовольствием, Бургомес. — А я с господином генералом. — С удовольствием, с удовольствием. — Экселенс, я позволю себе напомнить. В сентябре состоится встреча ветеранов нашей дивизии. — О, это замечательно, полковник, это замечательно. — Я к вашим услугам, фрау. — Да. — Господа, господа, господа приехал генерал фон Пухаммер. И с ним полковник Ольцин. — Господин генерал, разрешите перейти к повестке дня. — Пожалуйста, пожалуйста, начинайте, но держитесь по-армейски. Будьте кратки, помогай бог. — Слушаюсь, господин генерал. Друзья, радость этого свидания должна быть залогом того, что дух наш и наш образ мысли тот же, что и на фронте. Что мы дисциплинированы, что мы умеем воевать. — Друзья, я приветствую нашего заслуженного и высокочтимого господина генерала фон Пухханнера, который сейчас выступит перед вами. — Господа, дорогие господа, пришла пора для энергических действий. — Из нашего генерала уже песок сыпется, а он все об энергических действиях кричит. Кому это надо? — Дорогие друзья, сомкнем те ряды. Прошло то время, когда нас могли называть преступниками. — Настал час, когда мы снова должны заговорить открыто, языком настоящий германцев. — Странно. Почему это у моего генерала всегда мокро под носом? Неужели он не ощущает потребности вытереть или хотя бы облизать свои влажные, пропавшие табачным дымом усики? — Простите. — Господин канцлер сказал, выйдя из горнила минувшей войны, германский народ узрел свою миссию в спасении Европы и в руководстве ею, потому что все остальные народы изнежились и выродились. — Зитхай! 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 — Каждый из нас должен своим благородным образом мыслить и за днем в день доказывать, что он воспитан по-солдатски. И открыто проявлять свою непреклонную волю к возрождению немецких вооруженных сил. — Значит, опять входим в воду. Как вы думаете, возьмут меня в Новую Аль? — А почему нет? — У меня 16 ранений, но я на войне еще прихожусь. — О, без сомнений, без сомнений! Я, товарища-друга, какого уж мне не найти! На битву под гул барабаном коврягам пришлось с ним идти. — Эй, вы, дохлые германцы! А как вы шли после битвы? — Бей меня, бог, ничего не понимает. Наверное, этот предвец навязался до потери сознания. — Песня руля летит роковая, Кому она мне или ему? Он упал! — Проклятая военщина! Ты была орудием крики преступников! Теперь меня тошнит от мысли, что я когда-то принадлежал к этой поганой компании! — Хватайте этого мерзавца! — Что вы делаете? Вам все еще не вдомек, что вас одурачили? Или вы хотите, чтобы все эти ловцы героев опять запрягли вас в зарядные ящики, чтобы опять жрели фабриканты трупов? Вы хотите, чтобы опять все полетело к черту? — Заткните его глотку! — Вы горланите здесь песни о смерти! А когда кто-нибудь говорит вам правду, вы выходите из себя! Бог не допустит новой войны! — Наш бог всегда был пруссаком! — Друзья, не давайте себя провоцировать! За дверь этого олуха на свежий воздух! — Да, да, дорогие друзья, только подлец может затеять такой пораженческий скулеж во время пения самой прекрасной солдатской песни. какая только существует у нас. — А мой генерал, кажется, завелся. — Да. Но мы покажем этим крикунам, где раки зимуют. У них навсегда пропадет охота мутить головы нашим людям. — Нужно потребовать, чтобы такие хамы были объявлены вне закона! — Да! — Да, время действовать пришло! Надо показать кисляям из нашей нынешней молодёжи, откуда теперь ветер дует. Те, кто побоится идти в казарму, друзья мои, кто начнёт кричать о мире, мы потом заставим голыми руками откапывать мины. мины мы не собираемся выращивать парадных жеребцов. Нам нужны бесстрашные и неприхотливые воины. — Как раскудахтался! Вот он, мой генерал, настоящий прусак. А ведь он не родился таким. Мы его сделаем таким. Дорогие, дорогие мои, друзья, скоро начнётся величайшая война всех примёт. Атомные грибы поднимутся к небу, толстый слой пепла покроет поля и луга. — У-у-у, старик, кажется, сходит с ума. — О, святой архангел Михаил, огради от напасти этого дряхлого воина. — И ни одна птица не запоёт. Весь мир будет изрыгать лишь яд и жёлчь. — В Европу завезена атомная артиллерия. Все вооружаются, все обучаются, все проводят маневры. А я торчу здесь и ещё должен разыгрывать из себя пенсионера. В такое время, когда меня ждёт огромная работа, немедленно тут же на месте я должен получить назначение. Господи, Отец наш небесный, ты не мог обмануть своё творение. Верни мне дело моей жизни. — Господи, генерал, скворцы, скворцы, понедоры, бабочка. — Какая баба, господин меня? — Бабочка, грузоподъём. Господа, он, кажется, сошел с ума. Помогите поднять его. Мы из психиатрической больницы. Очень кстати, господа, очень кстати, пожалуйста. Помогай Бог, помогай Бог, господа. Я знал, что вы придете. Я знал, что вы меня не забудете. Вы хотите предложить мне назначение, не правда ли я его принимаю? Как ты думаешь, придется его связывать или нет? Само собой разумеется. Я немедленно приступлю к исполнению обязанностей. Куда он убежал? За подтяжками видно. Вот и пришел конец твоей карьере, мой славный генерал. Хорлахер, идите сюда. Спешу, ваш пациент. Одну минутку, с вами. Хорлахер, я возьму с собой только самое важное. Эти господа там впереди прибыли из генерального штаба. А какой бравый вид у них, а? Какая белая, нарядная форма. Поправьте мне тут что-то. Подтяжечку надо взять. Пугови здесь нет. Прекрасно. И здесь, здесь все документы, хорлахер, с помощью которых я подготовлю войну. Смотри, он уже мокрый. Дела. Обратите внимание. Три, два, три, четыре. Генерал как на параде спускается с лестницы. Три, два, три, четыре. Погляди, дорогая, вот он шагает, мой генерал. Счастливый, довольный. Стой. Три, четыре. Ну вот, видишь, ему нетрудно будет принять сумасшедший дом за генеральный штаб. Замолчи, хам. Доктор, доктор. Дорогая моя, вы должны понять, что ваш уважаемый отец страдает маниакально-депрессивным психозом. Доктор. Это профессиональная болезнь милитариста. Да, вот так и закончил свою карьеру мой старый и славный генерал. Да. А ты знаешь, дружище, мне кажется, он вовремя ушел на тот свет. Ведь твой генерал мог натворить такое. Может быть. Может быть. Ну что же, свиной рыло, выпьем за упокой усопшего, за раба божьего, генерала фон Пук-хангела. Вскоре я вышел из кабачка тетушки Катрин. Он лил дождь. Я шел между деревьев, с которых стекала вода. На дороге лежали опавшие листья, а на чистом омытом гравии стояли мутные лужицы. С горы свисались серые тучи, и все краски сливались в тусклом, неверном свете сумерек. Под густой листвой дуба сидела, скрючившись, намокшая ворона. Твух!